Алису. И про Алису, и про красоту. Нет, ощущение красоты. Я просто сказала, что она просто с харизмой. Девочка на самом деле некрасивая. То есть она и была некрасивая, и стала некрасивая. То есть изначально она была некрасивая. Просто она была необычной в внешности. Она была похожа на инопланетянку? Да. А инопланетяне некрасивые, как эльфики. Эльфики, они же некрасивые. У них угловатые черты лица, и у него такие большие глаза, да. И по канонам красоты они некрасивые, они как девочка-подросток. Как можно называть людей, которые предпочитают секс с инопланетянками? Я не знаю. Ну, без смысла, есть вот люди, которые... Не, мне она тоже нравится, она милая, у нее она необычная. Вот, ну, в плане красоты там... Что же, когда можно вставлять ответ на рекламу? Я просто недавно рекламу Альфа-банка видела, и там девушку подобрали, девочку, похожую на Алису. Я думаю, ты не видел? Там заходит тоже в этом платьишке, вот в этом вот красном, и тут вот, да. Ну, вообще они похожие сделали на миолофон, и девочку подобрали похожие. Я подумала, вот она, ну, с чем-то различается, тоже большие глаза. Нашли просто похожие. Нашли похожие, да. Сейчас видит реально Наталья Гусевой, как нам. Ну, я понимаю. Не, она милая, она такая женственная, она мне нравится. Все при ней. Агамма, главное мысль на том, что красота в глазах смотрящая. Это да. Это чисто личные предпочтения. Это, конечно, я разве что? Показывают где-то в телевизоре или в реале какую-нибудь диву. Говорят, вот смотрите, она типа красивая, а я смотрю, ну и что? Я вот сейчас неправильно не прохождать. Ну, я понятна. Не торкает, не торкает. Да, не торкает. Есть категория девушек, про которых вот многие говорят их через себе, что вот она была по литуре красотка, и она такая фи-фи-фи. Ведет себя как будто она королева, а все вокруг смерты. Есть такая категория девушек, которые считают... Как красавица, да? Да, я не образимый, пусть они вокруг меня ползают. Но люди-то далеко не все ее не отрасывают, но обыкновенная, не, ну красивая, как я называю, но журнальная красота. То есть в журналах таких... Да, как кукла. Как кукла, то есть из серии, ну вот как пластиковый маникен из магазинов. Ну никому, которая умеет твердой памяти, не придет подойти. Вот эта девочка вот пришел к человеку. А, Петр привел девочку. Она такая кукольная, кукольная вообще, очень кукленыш. Ну, ну как искусственный аппарат. Вот я вот сказала даже Марине, он как будто бы привел робота, девку, купил себе кукольную искусственную девочку, да. Ты смотрела фильм этот? Суррогаты. А вдруг она робота? Ну она не похожа на человека. Ну знаешь, она кашляла, извините, я после нее неделю болею. После этой девочки кашляю еще. Это у нее аллергия, да не аллергия. Я потом, у меня горло заболело и сопли всю неделю. Ты шла и пробила, и пробила. Да ну, я кушаю. Ну, короче, девочка, знаешь, красавица. Ну, настолько она такая, слишком кукольная, понимаешь. Вот она сидела, волосы расчесываются. Знаешь, красавица, ведет себя как красавица. Красавица. Ну, я тебе про то и говорю, что... Не мое. Ну, Петр, конечно, весь такой прямо, слюнями там истекал. Ну, слава. Доказывал из-за всех все, что она не его девушка. Ну, судя по его поведению, он абсолютно понятно, что... Такая мысль, что... Сейчас я сформулирую. В общем, как говорится, и на старуху бывает таруха, и на каждого мудреца довольно прочим. Просто очень. Сейчас, скажем, на каждого крутого дядьку найдется девушка, которая важна. Ну, пример. Сниси. Сниси. Звучитная эльфийка, но она ему не даст. Не будем говорить. Вот поняла про кого. Зрители, ну, зрители пусть остаются в интриге, гадайте, зрители. Тренер. Замануха. В следующих сериях мы расскажем вам про... Мексиканский сериал. ...отношения человека. Ну да, он, в общем-то, сняка, маки, колдун. Ну, девушка там тоже не простая. Она эльфийка, а он больше похож на этого. Гэндельф, то есть которой категория. Мак. Да, да, да. Вот он, типа, скорее всего, типа Гэндельфа. Ну, пожалуй, рангом подниму. А я ХЗ. Как там их ранговая система? Ну ладно, давай выключимся.